Тест на пригодность в наших условиях электромобиль сдал на отлично. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в правительстве. Машина с виду ничем не отличается от своего собрата по автовазу Лады Калины. Все сюрпризы под капотом. Вместо привычного двигателя один аккумулятор. Уже есть реальный автомобиль, вы его видели, вы на нем катались. И можете сами оценить его достоинства и недостатки с точки зрения потребителей. И, естественно, никто не говорит, что это уже вершина инженерной мысли. Но это уже вполне достойный автомобиль, который может эксплуатироваться. Автомобиль будущего уже прошел обкатку на Ставрополье. Самым сложным оказался тест в Кисловодске из-за больших перепадов высот. Но и Лада справилась с испытанием. Мы действительно на сегодняшний момент находимся в состоянии, когда мы практически готовы перейти к реальным шагам. Потому что электромобили, как будущий вид транспорта, а это уже практически безальтернативно в дорожных картах практически по всем европейским странам, точно так же начал свое развитие и здесь, в Ставропольском крае. На одном электричестве далеко не уедешь. Действительно, зарядки автомобиля Лада хватает только на 150 километров. При этом заряжать машину от обычной розетки нужно 8 часов. Если в Край создадут инфраструктуру со специальными электрозаправками, на реанимацию автомобиля понадобится всего полчаса. Но пока о такой системе только ведутся разговоры. Мы со своей стороны начинаем двигаться, производим какие-то ограниченные партии электромобилей или каких-то других автомобилей, позволяющих улучшить экологические параметры. А местные региональные органы, они действуют в направлении развития инфраструктуры. Несмотря на высокую цену, Лада будет стоить примерно в два раза больше Лады Калины, производители отмечают, что автомобиль себя окупит сполна. Стоимость одного километра на такой машине будет стоить меньше рубля. На обычном авто – почти 2,5 рубля. Машина приспособлена как раз под нашего потребителя. То есть все знакомо. Тот же самый салон машины. Внешний вид абсолютно не изменился. Единственное, наверное, такое отличие, которое приходится наблюдать – это отсутствие выхлопной трубы и мощного рычащего звука при движении автомобиля. Еще один несомненный плюс электромобиля – его экологичность. Машина не вредит окружающей среде. Первые эко-машины, по прогнозам руководителей правительства края, появятся на дорогах Ставрополя в ближайшие годы. Кристина Ревенко, Николай Попов, Информбюро.